Приветствую вас и фактов, причин, обстоятельств, которые вызвали в вас важное состояние, может быть очень много. И начиная у вас проблем физических, физиологических, заканчивая проблем психологических. Вот коллега предлагает вам муравьичную чутовидную железу, я думаю, что это очень хорошее предложение. Но, с моей стороны, я хотел бы определить немножечко более точно, что это с вами происходит. Вы пишете о том, что вам тяжело, что вы устаете, что вы не хотите есть и так далее и тому подобное. Это, безусловно, следствие того, что с вами происходит. А вот причина. Какая вам причина? С какого момента все это началось? А вы пишете, что у вас нету друзей, с которыми бы вы могли пообщаться и не хотите с ними там их замораживать своими проблемами. Вы пишете, что ваш муж также не особо обращает на вас внимание, много работает. Вот некоторые проблемы с вашим мужем, то есть проблемы в реализации своей роли как женщины, проблемы в реализации как друг, как общественный субъект и наличие только лишь актуальной одной роли. Это роль матери, по сути, и хозяйки. Наверное, чрезмерная размеренность, цикличность, однообразность вашей жизни, по сути, и привели к такому вот ощущению. И бороться с этим необходимо через последовательное взаимодействие с каждой из этих ролей. Вот вы пишете, что ваш муж несерьезно воспринимает ваши жалобы. Возникает вопрос, а почему он несерьезно воспринимает ваши жалобы? Если это вам важно, если это вас беспокоит, если вы откровенно говоря чувствуете себя плохо, то, как он может несерьезно воспринимать ваши жалобы? Отсюда вопрос, все ли у вас с ним хорошо? Хорошие ли у вас с ним отношения? Если да, то вопрос нет. Но при подобном отстранении, а муж именно что отстраняется от вас, думается мне, что определенные проблемы все-таки есть. И, наверное, связаны они с тем, и берут свое начало они с того момента, когда родился ребенок. Когда вы начали все свое свободное время уделять именно ему, ребенку. И вот в этом случае, в этой ситуации, как правило, всегда происходит отдаление. Женщина в мужчину. Потому что она снимается ребенком, а мужчина как бы сам по себе. Значит, необходимо вам пересмотреть свои отношения с мужем более подробно. И постараться найти некоторые проблемы. То есть, вот где раньше у вас были точки соприкосновения, теперь их нет. Вот нужно понять, почему их нет, и обратно эти точки вернуть на место. Как более конкретный разбор ситуаций. Таким образом, что вы будете делать? Вы вновь будете реализовываться как женщина. И вы почувствуете себя любимой, желанной, сексуальной и так далее. Это с ними часть проблем. Позволит вам реализовать свои потребности, часть потребностей. И, по сути дела, вдохновить вас. Здоровит. Вадушевит. Но это, безусловно, не все. Когда вы говорите, что не хотите заморачивать человека, друга, друзей своими проблемами, вы как бы принижаете свою ценность в их глазах. Это не есть хорошо. Это не есть правильно. Потому что ваши проблемы, если они вас волнуют, это важные проблемы. И не нужно их недооценивать. Когда мама, когда женщина много времени проводит с ребенком, не выходит из дома, не работает и так далее, у нее копится вот эта вот энергия, которая не находит выхода. У вас эта энергия активная, как вы написали, что вы раньше готовы были делать все, что угодно, спешить на помощь и так далее. У кого-то это другая. Это даже другая энергия. Но факт тот, что она не находит выхода. И ее нужно выпускать на свободу. Как? Именно благодаря, вот, в первую очередь, приданию ценности ваших проблем. То, что вас беспокоит, нужно выговаривать, проговаривать, озвучивать, не держать все в себе. Это ключевой момент. Значит, определяем, что ваши проблемы ценные, они имеют место быть, они важны. И дальше смотрим, вот, как. Значит, люди, если они вас любят, если они вас уважают, ценят, то им будет важно, что с вами происходит. Им будет важно, что вы чувствуете. И по этим критериям вы сможете, собственно говоря, оценить, как кто к вам относится. Вы пишете, что общение с некоторыми себя изжило, но не разбираться почему. Что повлияло на то, чтобы оно себя изжило, общение. Вы пишете, что, значит, не хотите заморачивать, значит, людей своими проблемами. Может быть, потому что вы подозреваете или боитесь, что эти люди не станут вас слушать. Но если так, то у вас, возможно, будут какие-то основания, так полагать. В общем, вашу социальную роль тоже желательно более подробно проработать, чтобы не заниматься гаданием. Но одного можно сказать точно. После рождения ребенка вы изменились. И вы изменились во всех смыслах. Как женщина, как социальный индивид. И эти изменения, ну, на первую очередь, принять в себе. Понять, что, какие-то ценности у вас исчезли, старые. Какие-то новые пришли. Но они, это часть вас. И окружающие люди либо принимают это, либо нет. И очень важно, чтобы вы сами дали себе возможность быть другой, новой. А людям позволили бы принимать себе такой, какой вы есть. Дальше. Как я понял, значит, ваш муж мало принимает участие в воспитание воспитания ребенка. И из-за этого он как бы достаточно настроенно себя ведет. вам нужно постараться, в частности, мягко, ненавязчиво привлечь его к осуществлению какой-либо совместной с вами деятельности, чтобы через нее начать налаживать контакт. и самое главное разговаривать. Это ключевой момент для решения всех ваших проблем. Ну, и если вы не готовы заниматься лично со специалистом, то есть не готовы в процессе консультации выяснять причины своих состояния, разбирать их и так далее, и вам самые рекомендации не помогли, то тогда нужно бы обратиться вам к врачу очень желательно, чтобы он диагностировал у вас возможную депрессию, соответственно назначил вам лечение, как психологическое, так и медикаментозное, и психологическое лечение вам все-таки предстоит пройти тогда уже в обязательном порядке, если вы хотите избавиться от этого ощущения, от этого состояния. Но хочу предупредить, что лечение, психотерапия изменит вас, и изменит вас, наверное, еще больше, чем вы изменили сейчас, сделает вас более самостоятельный, и важно, чтобы вы ответили себе на вопрос, готовы вы к этому или нет, потому что эффект будет во всех областях, во всех сферах, и может не всегда являться тем, что вам нравится, что вам подошли, что вам бы хотелось. Тем не менее, на этом все, надеюсь, что помогу вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду благодарен. Пока желаю вам удачи, и всего доброго.